Доброе утро! Снова с вами я, меня зовут Екатерина. И сегодня мы будем готовить борщ. Прелесть этого борща в том, что все овощи, практически все овощи, будут собраны на голодород. Итак, мясо. Сначала мы делаем бульон. Бульон делается следующим образом. Я беру обычно говядину. Говядина – толстый край говядины, который идет с сахарной пенточкой. И разрезаю, промываю этот кусок и складываю в кастрюлю и заливаю водой. Вот видите, что кусок мяса здесь достаточно большой. В кастрюле у нас сегодня борща будет 3 литра. На 3-литровой кастрюлю этот кусочек я просто выстрелила в кастрюлю. Итак, мы промыли наше мясо. Зарыли его водой. И сейчас ставим варить бульон. Таким образом, включаю бульон на не очень большой угол. Закрываем крышкой. Когда бульон закипит, обязательно надо снимать пиву. Бульон варится для борща примерно 40 минут или около часа. Вот эту пенку надо обязательно снимать, чтобы бульон был у нас прозрачным. Безусловно, самый главный ингредиент настоящего борща это свекла. Вот мы пришли на огород с Роськой. И сейчас будем выбирать свеклу для нашего будущего борща. Свекла должна быть среднего размера. Вот эта нам подойдет. И на эту кастрюльку нам таких, ну еще чуть-чуть побольше, нам таких свеклет нужно 2. Вот еще красавица свекла. Вот этих 2 свеклами нам хватит на кастрюльку нашего будущего борща. Конечно же для нашего борща нам понадобится еще репчатый лук. Вот у нас есть урожай лука. Мы его уже собрали и положили сушиться на просушку. Выбираем хорошую луковицу. Я думаю, что вот эта нам подойдет. Копаем немного картошки для нашего будущего борща. Вообще картошку надо покупать было пораньше. Когда еще, видите, ботва уже ожухла. И картошка достаточно мелковатая. Ну, вот пожалуйста. Вбираем картошечку. Картошка может быть разных размеров. Я думаю, что 3 штучки нам за глаза хватит. Копаем. Конечно же в борщ нужно добавить 1 помидор. Я оставила несколько помидоров на ветке. И сейчас я выберу самый лучший. Вот он. Это у нас помидор пойдет на наш борщ. Итак. Мы собрали овощи нашего овоща. Сейчас мы их обработаем. Быстренько. Обрабатываем свеклу. Можем следующим образом. Очень-очень быстро. Потому что наш бульончик уже практически готов. Мы понизили температуру. Овощи. Сам огонь. И сейчас. Моем овощи. Быстренько. Прежде всего моем картошку и свеклу. Сейчас я это все почищу. И расскажу вам, что мы делаем с этим всем дальше. Итак. Мы почистили картошку. Наш бульон практически готов. Нарежем ее. Как вам больше нравится. Можем побиться. М illegурили. Межлив prim creating снять. Наш бульон. Наша бульон. Паме и грудь. полукругом брусочками души сегодня захотелось не очень мелко иначе он у нас разварится пюре со свемку дальше спускаем наш картофель в кастрюлю обязательно нужно посолить наш бульон где-то примерно вот столько солим ну как говорится не до сол на столе а пересол уходите на спину поэтому мы не будем его сильно пересаливать дальше нам понадобится душистый перец горошек ой ой нет виду 6 черный перец горошек сейчас я его найду так 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 неужели у нас нет перца молоды нашла перца у нас почему-то нет нет есть такой же у нас борщ без приправы несколько перчиков а вот лавровый лист мы борщ не кладем поставка и свекла я почистила две большие свеклины и самый главный цвет красного борща это свекла да она дает этот эффект мы маленькую свеклину целую отправляем в нашу кастрюлю а что делать с большой свеклой я вам расскажу сейчас какой же борщ без украинского сала сало мы добавим обязательно на разогретую сковороду можно пока без масла отправляем наше сало так как у нас сало с большим достаточным количеством мяса маслица можно добавить далее мы покистили морковь почистили лук и отправляем сало репчатый лук и тертый морковь огонь немножечко убираем потому что он учитывать достаточно сильный и поджариваем обратите внимание что наш борщ еще без основного так сказать основной заправки свеклы уже красный дальше берем вторую свеклу берем сырую на терке надо сделать достаточно быстро на крупной терке мы ее трем смешаем наш лук наше морковь и наше пустое кусочки сало которые скоро превратятся в шкварки жареное сало называется шкварку один из самых деликатесов советских времен времен СССР дальше мы отправляем нашу свеклу затираем ее и помним что много свеклы не надо потому что у нас небольшая сегодня кастрюшка борща всего 3 литра перемешиваем и добавляем чуть-чуть бульона из нашей кастрюли таким образом наши овощи будут тушиться закрываем стеклянной крышкой так пока овощи наши тушатся мы я досталась мясо вот эти вот вот эти вот вот эти вот жилки очень не любят детки поэтому я отделила их оставила нашей любимой собаке отправляем кусочки мяса обратно далее вылавливаем нашу свеклу которую мы целым куском положили где она где она где 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 вот она вот эту свеклу можно использовать второй раз если она остынет мы ее порежем и можно сделать салатик из свеклы очень вкусный либо если вы считаете что ваш борщ недостаточно красный его можно порезать и отправить обратно в кастрюлю но я считаю что он достаточно красный наши овощи поджарились немножечко подпушились отправляем их из сковороды нашу кастрюлю картошка у нас уже сварилась картофель варится особенно молодой картофель варится очень быстро вот у нас появилась получился вот такой вкусный борщ теперь быстренько режем капусту капусту можно использовать белокочанную использовать либо свежую либо квашеную если у вас есть да пока быстро быстренько режем капусту итак мы нарезали капусту сегодня у нас свежая капуста капусту отправляем самый последний из всех наших ингредиентов потому что она варится очень-очень быстро так и самое главное не сказала для борща хозяйки добавляют либо уксус либо выжимает лимон но к сожалению лимон у нас сегодня мы будем использовать уксус лимоны у меня к сожалению в огороде не растут подправляем чуть-чуть уксуса в нашу кастрюльку 5 минут и будем пробовать наш борщ ну вот дальше вкуснейший борщ готов последний штрейн вот 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 лимон получается какой же борщ может быть без чеснока это самое главное интерьер и у меня очень много статей по этому поводу я очень люблю этот овощ на канале можно почитать о его пользе из-за чеснока древнем египте было даже восстание по этому поводу есть татья немножечко сметанки приятного аппетита